В совещании началось с поздравлений с юбилеем начальника Воскресенского управления опеки и попечительства Нины Рязанской. От имени администрации Воскресенского района, от всех наших жителей района, вы очень много делаете для того, чтобы тем людям, которые попали в тяжелую жизненную ситуацию, сделать легче. Поэтому вы очень искренний, теплый человек, который работает во имя и во благо. Мы от всей души вас поздравляем. Я хотела бы выразить искреннюю благодарность за теплые, трогательные поздравления в мой адрес в связи с днем рождения. Поверьте, они мне очень дороги. Я надеюсь, что все, что вы мне сегодня пожелали, обязательно сбудется. Директор Воскресенского центра культуры и творчества «Истоки» Марина Глебова также получила заслуженную награду и поздравление в связи с круглой датой. Октябрь – богатный юбилей, и еще одна заслуженная награда нашла директора детской школы искусств номер 4 Людмилу Тарасову. Накануне работники дорожного хозяйства отмечали профессиональный праздник. Свои поздравления и награды глава городского поселения Харлова Андрей Покровский адресовал начальнику отдела транспорта связи и дорожного хозяйства Игоря Щехачихину и директору предприятия «Мосавтодор» Сергею Глухову. Основная повестка оперативного освещения началась с темы благоустройства. Продолжается реализация областной программы «Светлый город». Мы ставим стальные опоры на фундаментах, тянем провода СИП, ставим энергосберегающие светильники, энергоэффективные, которые позволят нам и сделать качественное освещение, и при этом еще экономить электрическую энергию на уличное освещение, которое мы тратим достаточно много. Ямочный ремонт практически завершен, но на улице города остается большое количество листвы, которые нужно убирать. В совещании продолжила статистика обращений жителей на портал «Добродел» за прошедшую неделю в сфере дорожной деятельности и ЖКХ. За прошедшую неделю в наш адрес поступило 216 новых обращений граждан, исполнено 245 обращений. С учетом ранее поступивших 236 обращений находятся в работе, к сожалению, было и три возврата. По направлению жилищно-коммунального хозяйства поступило 252 обращения граждан, исполнено 243. Из них, к сожалению, с нарушением срока три обращения. В Воскресенском районе прошел районный день призывника. Для будущих новобранцев состоялся праздник. Вот через такие мероприятия, конечно, мы говорим о том, нашим молодым людям, о важности, значимости того, что они идут в призыв, идут в армию и, конечно, выполняют почетную обязанность. Также выходные состоялись открытые районные военно-спортивные игры «Юно-армейские старты». «Юно-армейские старты 2018 – осень. Побили все рекорды. В этом году участие приняло 40 команд, и это более 400 человек. В этом году наш район представляли именно 9 команд, а также приехали команды из Орехово-Зульского, Егоревского, Раменского, Ленинского района, а также из Коломны, Люберец и Реутова». Ольга Бурлуцкая также рассказала о проведении на территории Московской области эко-марафона «Переработка с демоклатуру «Спаси дерево». В Воскресенском районе место проведения акции – Ледовый дворец спорта Подмосковья. Эко-марафон состоится 3 декабря. «Мы вспоминали о переработке не только на таких мероприятиях, как с демоклатуру, а, наверное, еще в преддверии, и занимались бы более экологическим просвещением. Это, конечно, относится к тем, кто будет проводить эту акцию, потому что не за горами у нас раздельный сбор мусора, и надо постепенно готовить молодежь к такому мероприятию». «Мы эту акцию поддерживаем. Для нас это очень позитивная история, связанная, всегда связанная с посадкой деревьев, поэтому давайте, пожалуйста, будем заниматься в этом направлении». В совещании продолжилась информация от правоохранительных органов района, Госадомтехнадзора и пожарной охраны. За прошедшую неделю произошло 5 пожаров, одно из них – возгорание автомобилей и 4 – в частном секторе. К жителям домов было адресовано обращение. «Не пренебрегать проверкой печного отопления, газового оборудования и электрических сетей, потому что все вот эти причины практически вот в этих пожарах зафиксированы. Люди остались, некоторые, без жилья». Управляющим компаниям руководитель администрации Воскресенского района поручил проверить состояние подвалов многоквартирных домов, чтобы не допустить возгорания, как это произошло накануне в микрорайоне «Гигант». «Я обращаюсь к управляющим компаниям. У нас на сегодняшний день мы вошли в отопительный сезон, у нас заявок по теплу становится меньше, поэтому смотрите, планово можно сейчас начинать заниматься чердаками и подвалами наводить порядок». Еще одно обращение Виталия Чехова было связано с трагическим событием, произошедшим в Керчи. «Мы в первую очередь должны сделать все необходимое, принять все исчерпывающие меры для того, чтобы вот такой ситуации однозначно не допустить. Поэтому я еще раз обращаю на это внимание. У нас очень много учреждений социальной сферы, где имеет место быть массовое пребывание людей, детей, родителей и так далее». Как сказал Виталий Викторович, на безопасности ни детей, ни взрослых экономить нельзя, поэтому ответственность огромна. Евгения Светлая, Дмитрий Волнов, Новости Искровых.